Здравствуйте, я Георгий Карапетян. В этой программе мы смотрим на ваш организм глазами докторов, разбираемся в специфике течения некоторых заболеваний и даем соответствующие рекомендации. Смотрите сегодня в выпуске. Вот это кровоизлияние в головной мозг. То есть вот так ярко светится кровь, как мы говорим, светится кровь на компьютерной томографии. Инсульт – крайне опасное заболевание, от которого ежегодно в мире умирает более 5 миллионов человек. Инсульт – это неотложное состояние. И спрогнозировать, будет он или нет у человека, это невозможно. И он может случиться в любой момент у любого человека. Как обезопасить себя и своих близких и не допустить инсульт? И возможно ли вылечиться, если удар все-таки случился? Чем раньше начать революционное мероприятие, тем эффект будет больше. Потом уже смысл теряется. Какую реабилитацию необходимо проходить больным с инсультом? И какой категории пациентов предоставляется бесплатная реабилитация в санаториях? Инсульт – это заболевание, встреча с которым чаще всего является событием фатальным. Только в это неврологическое отделение ежегодно поступает более 500 пациентов с диагнозом инсульт. Многие из них остаются инвалидами, несмотря на то, что в стационаре оказывается вся необходимая медицинская помощь. Причиной инвалидности чаще всего является то, что люди не осознают. Дорога каждая секунда. Давайте разберемся во всем по порядку. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое подразделяется на два основных вида – ишемический и геморрагический, которые принципиально отличаются как по механизму развития, так и по виду медицинской помощи, которую они требуют. Ишемический инсульт возникает в результате либо сужения просвета сосуда, критического, либо закупорки этого сосуда, например, тромбом. В результате этого участок мозга, который должен был кровоснабжаться этим сосудом, недополучает кислород и питательные элементы. Следствием этого является изменение жизнедеятельности клеток вплоть до некротических изменений, то есть отмирания участка мозга. Геморрагический инсульт принципиально отличается тем, что возникает в результате либо нарушения целостности стенки сосуда, в результате врожденных каких-то элементов, например, аневризма стенки сосуда, либо изменений на фоне сахарного диабета или атеросклероза и повышенного давления. То есть повышенное давление приводит к тому, что разрывается стенка сосуда, и кровь изливается в ткань головного мозга, этим нанося катастрофические повреждения участка мозга. Чем дольше мозг остается без нормального кровоснабжения, тем выше вероятность смерти или инвалидности. Поэтому так важно как можно скорее доставить человека с признаками инсульта в больницу. Вообще, скорая помощь, когда везет пациента с подозрением на инсульт, они отзваниваются уже в приемный покой, что мы везем. Уже приемный покой приглашает невролога. Приемный покой отзванивает нам, предупреждают, что сейчас мы привезем. Мы с лаборантом, врач-рингенолог и лаборант, мы уже ждем этого пациента. В первые пять минут мы укладываемся. Елена Алексеевна описала алгоритм действий, которому следуют медики относительно всех пациентов с признаками инсульта. По инструкции, как только такого больного привезла скорая, его состояние безотлагательно и вне очереди оценивают в приемном покое. Так, Валентинович, нормально себя чувствуешь? Это приемный покой железнодорожной больницы. Сюда и также в БСМП, 20-ю краевую больницы, поступают все пациенты с признаками инсульта. После короткого предварительного опроса их направляют на компьютерную диагностику. Вот появляется зона. Признаков крови мы не видим. То есть вот эта зона характерная для ишемического инсульта. КТ, МРТ и ангиография – методики, которые по одной или комплексной используют при инсульте. От скорости и точности обследования зависит дальнейшая тактика по конкретному пациенту. То есть кровоизлияние произошло в результате, видимо, разрыва вот этой вот аневризмы. И уже неврологи вызывают нейрохирурга, мы показываем им вот эту картину, они уже решают дальше, что с пациентом делать. По результатам диагностики, в зависимости от тяжести состояния больного госпитализируют в палату интенсивной терапии, в реанимационное отделение, либо в отделение неврологии. То есть речь еще не совсем восстановилась. Но вы занимаетесь логопедом. Ну, понятно, что… Ну, будем лечиться, будем лечиться, будет получше. Все пациенты, с которыми мы общались во время съемок этой программы, как один говорили. Про инсульт слышали, но, конечно, не думали, что такое произойдет, и поэтому никак не пытались себя обезопасить. Можно ли что-то предпринять, чтобы избежать инсульта, и кому из нас стоит обратить особо пристальное внимание на эту проблему? Вы находитесь в группе риска, если у вас есть хронические заболевания, избыточная масса тела, злоупотребление алкоголем, курение, низкая физическая активность. В таком случае я настоятельно рекомендую обратиться за медицинской помощью, хотя бы для того, чтобы уточнить уровень сахарокрови, холестерина и состояние стенки сосудов. Если так получилось, что инсульт все-таки подтвержден, и человека госпитализировали, одновременно с лечением начинается и реабилитация. Все идет индивидуально. То есть вот логопед работает с нарушением речи, то есть здесь двигательная активность сохранена полностью, человек двигается, ходит, порезов нет. Здесь проблемы вот как раз наоборот, что нарушение именно чувствительности, нарушение двигательной сферы, поэтому, разумеется, с ним работают совсем по-другому. Вот. Есть больные, которые перенесли вести болотектические проблемы у них есть, то есть они шатаются, и с ними тоже отдельный подход к ним идет. С первого дня пребывания в больнице, в зависимости от тяжести и особенности диагноза, больной с инсультом делает крохотные шаги на пути к выздоровлению. И от того, с каким энтузиазмом, упорством и даже упрямством он помогает врачам и собственному организму, зависит успешность результатов. А теперь поговорим про инсульт и его последствия на конкретном примере. Однажды ночью в 2012 году Святослав Викторович так сильно испугался того, что внезапно у него перестал видеть правый глаз и отказала вся правая сторона тела, что скорую вызвал незамедлительно. Мужчину экстренно доставили к врачам, экстренно обследовали, подтвердили инсульт и экстренно оказали медпомощь. Все шло хорошо до момента, пока пациент, почувствовав себя лучше, самовольно не покинул больницу. Уже 7 лет Святослав Викторович проходит реабилитацию, но чувствительность пальцев и языка до сих пор полностью так и не восстановилась. Теперь сам он считает, что напрасно тогда сбежал из больницы, но еще хуже, что вообще допустил свой инсульт. Ну, вы знаете, у меня гипертония, я думаю, ошибка чисто гипертония. Я, может быть, не вовремя выпил таблетки, может, где-то не померил давление, соответственно, у меня, может быть, гипертонический кризис, я просто это не проконтролировал. Вот моя ошибка. Сейчас Святославу Викторовичу, как и другим людям, перенесшим инсульт, остается только проявлять упорство в реабилитации. Кстати, работающих пациентов, если нет противопоказаний, помимо занятий в залах ЛФК, отправляют еще и на бесплатную реабилитацию в санатории, например, в Красноярское Загорье. Реабилитация плюс соблюдение рекомендаций врача дают вероятность, что жить пациент после инсульта будет дольше и лучше, более полноценно. Если же больной не соблюдает рекомендации, риск для его жизни сильно возрастает. Основной причиной инвалидности и смертности является повторное нарушение мозгового кровообращения. Так, при первичном инсульте средняя продолжительность жизни пациентов составляет 8-9 лет, а при повторном ударе это время сокращается до 2-3 лет. Поэтому, если у вас или у ваших родственников в анамнезе были нарушения мозгового кровообращения, то необходимо как минимум дважды в год посещать невролога или терапевта по месту жительства. Теперь давайте повторим. При инсульте важна скорость реагирования и четкость действий. Первое – признаки инсульта. Если вы видите такое, помогите даже незнакомому человеку. Экстренно вызывайте скорую помощь. Второе – диагностика и госпитализация. Доверяйте врачам, не отказывайтесь проходить МРТ. Третье – лечение. Ни в коем случае не уходите из больницы, почувствовав себя лучше. Четвертое – реабилитация. С первого дня и до победы. Далее рубрика «Мединфо», и мы расскажем о самых значимых событиях, которые произошли в сфере здравоохранения Красноярского края. В эти дни на территории Красноярского края проходит акция «Стоп ВИЧ-спит». Врачи проводят экспресс-тестирование среди населения и консультируют по вопросам ВИЧ. В Красноярске за несколько дней тестирование прошли 54 человека. Обратите внимание, у двух из них тут же был обнаружен положительный статус. Мобильные пункты с оборудованием для экспресс-теста работают не только в Красноярске, но также в Ачинске, Назарове, Шарыпове, Бородино и Минусинске. Обследование на ВИЧ проводится бесплатно. Самое главное – люди, даже первоначально выявленные с диагнозом ВИЧ-инфекции, они могут получать нашу терапию. И проведение этой терапии даёт возможность снизить вирусную нагрузку человека до нуля, то есть когда человек не становится опасным, как объект инфекции для его окружающих, для его друзей и подруг. Напомним, что тест на ВИЧ – процедура безопасная, так как проводится одноразовыми расходными материалами. Тест высокоточен, его достоверность приравнена к лабораторному исследованию. Также важной особенностью тестирования является полная конфиденциальность и скорость. Исследование выполняется за 10-15 минут. В Красноярске к этому часу работа мобильных пунктов уже закончена. Теперь анонимное обследование на ВИЧ можно будет пройти 26 июня на острове Татышев. Вопросы о работе мобильного пункта можно задать по телефону, который сейчас на экране. Когда живешь в крупном городе, доступны многие медицинские возможности. А вот в удаленных и маленьких населенных пунктах порой очень сложно получить консультацию узкого специалиста. Для того, чтобы врачи стали ближе и доступнее для пациентов, в России принят закон о телемедицине, который дает медицинским работникам право проводить консультации и вести наблюдения за здоровьем пациента на расстоянии. Уже почти 5 месяцев телемедицина внедряется и в систему здравоохранения Красноярского края. О том, как получить компетентную медицинскую помощь через интернет, расскажем подробнее в ближайших выпусках программы «Наше здоровье». Не пропустите. Вы смотрели программу «Наше здоровье». Задавайте свои вопросы по телефону редакции, которую вы видите на своем экране. Встретимся через неделю. И помните, здоровье – это самое дорогое, что у нас есть. Редактор субтитров А.Семкин